Мир всем! Сегодня я занимаюсь чистками Авдеевых конюшен, чищу у коз. Вот это одно из преимуществ, одно из плюсов содержания коз, то что у них чистить можно один раз в год. Ну в отличие например от коров. Собственно содержание коров и коз свои плюсы свои минусы. Сегодня отключили свет на весь день у нас по всему району. Ну и как бы работа на этом не встала. Выбираем значит другой стиль работы без электричества. Поэтому чистить все равно надо. Просто пришло время вот это все чистить. Без физического труда тут похоже не обойтись. Наверное вообще никак. Либо как-то я не знаю как насколько нужно как-то автоматизировать. Ну наверное это все дорого. Не знаю. Может быть даже овчинка не стоит выделки. А несколько клеточек почистить один раз в год. Ну как бы да. Физически поработаешь, зато нормально. Медики рекомендуют для здоровья человек должен один раз в день, ну как минимум один раз в день потеть. То есть от работы именно. Мышцы видать там все это улучшается в общем. Сейчас этот навоз я вожу на тележках. То есть нагружу тележку полную. Повезу вместо его хранилища. Вот. И потом время время мне из этого как бы ненужного вещества сделает полезное вещество. Будет хороший очень перегной. Который пригодится на огород. Ну пока буду кидать дальше. А когда кидаешь, сразу вспоминаешь богатырей. Думаешь, да богатыри раньше были. И я на богатыре не мы. Но тут надо выбирать еще правильную тактику, конечно. Немножко там почистил. Вообще должно быть внешнее расположение правильное. Все это надо учитывать. Ну иногда иногда мы торопимся. Может быть не учитываем или у нас не позволяет местоположение особо как-то как-то особо правильно все сделать. Вот. Ну поэтому теперь тут все есть как есть. Вот собственно приходится сначала туда выкидывать, потом оттуда вот туда в телегу кидать. Но это все равно леньше. Вот так. Жалко конечно, что видеосвязь пока еще не передает запах, какой здесь сейчас обитает. Но я думаю, что когда-нибудь может быть знаменитый пиарщик Илон Маск придумает свой новый какой-нибудь айфон или камеру, которая будет передавать еще и запах при съемках. Вот это будет вообще тема. Может какой-нибудь там 10G, не G, а там не 3D, а там 10D. Но это это все потом, в будущем. Так, ну все, по-моему это последняя горка. Сильно много не накладываю, чтобы не рассыпалась. Еще надо подбить. Вот, в принципе, если работать, как бы сам себе предоставлен, по клеточке в день, как бы не спеша, не то чтобы все скопом, чтобы не слечь, да там спина и так далее, по клеточке в день это нормально. Поработал вот эту работу, потом начал другую какую-то. А смена работы это отдых, поэтому, ну, вот так и отдыхаем тут деревню. Ну, вот так и отдыхаем. Упаки! 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 вот так здесь у нас будет хранилище перегноя ну или точнее навоза который потом сейчас его нельзя использовать потому что он сильно как бы активность а потом когда перегниет через несколько лет в этой куче это да это будет полезное вещество которое пригодится нам для огородов в городе это вещество продают там на дачных участках по 200 рублей за мешочек не сила так кстати один из плюсов будут живем деревне всегда можно чуть-чуть подкрепиться поскольку мы на природе природа помогает чуть-чуть поддержать скажем поднять немножко так ну у нас вот тут чернополой как ее нирга нирга называется иди уже она уже отошла уже в это господи благослови одна ягодка ну тут одна две все здесь уже ничего не наешься у меня есть еще черноплодка черноплодка тоже она маленькая еще о у меня есть виноград обещали что там большие грозди должны быть ну нет пока пока вот только плетя ну ладно чё наверно еще не вырос у меня в сатте их целых два вот второй я не знаю что за сорта ну потом посмотрим потому что сорта мне так и не сказали у нас есть еще крыжовник вот похоже крыжовника нас и выручит правда он колючий собрать все равно можно несколько ягод даже тут вот еще больше хотя этот крыжовник остался от старых хозяев как растет так и растет потом в будущем может быть я новости посажу ну вот вполне себе можно даже подкрепить что-то созрело что-то доходит немножко подкрепимся потом пойдем дальше появится энергия так мы вот тут еще малину обнаружили я конечно предварительно руки помыл все равно работаешь малина тоже уже отходит вот это я так немножечко дички нашел огородом немножко подкрепились слава богу набрали силы чуть отдохнули дальше в бой ну ладно давайте всего доброго до новых встреч в следующем видео я пошел работать вот так вот потелица и зарабатываем себе хлеб смотрите Вот отдыхают козочки наши. Здравствуй, луна, луна подошла, красавица. Петя, Петя, Петя. А дома варится подкрепление для наших работников. Сегодня света нету, вот так варим борщ. Любимый русский борщ. Сейчас капусточку добавим и будет готово. Вот так. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!